Июнь для бизнеса общества месяц особый. Вслед за форумом в Санкт-Петербурге в Чебоксарах тоже состоялся 9-й международный экономический форум. В дискуссии об экономической ситуации в мире, России и регионах приняли участие более тысячи человек. Это представители федеральных министерств, финансовых и инвестиционных структур. На протяжении двух дней эксперты искали пути безболезненного преодоления кризиса и новые источники роста экономики. В этом году Чебоксарский экономический форум прошел под девизом «Регионы России – новые точки роста». Основная цель этого мероприятия – обмен опытом и обсуждение стратегических инициатив, поиск новых моделей экономического роста. Чебоксарский экономический форум призван способствовать повышению инвестиционного потенциала регионов страны, содействовать международному сотрудничеству. В этом году пленарные заседания форума решили провести в форме делового завтрака. За два часа гости смогли обсудить как общемировые тенденции, так и региональные проблемы. На самом деле Чебоксарский форум чуть больше, чем региональный. Это форум промышленных регионов. Да, у нас есть форумы ожиданий, это питерские для инвесторов. У нас есть форумы регионов-лигеров, там Екатеринбург, Новосибирск, Томск, там, да, но при всем уважении, да, но огромный объем производства, на самом деле огромный объем будущего, он связан с регионами, которые далеко не так раскручены и у которых нет своего голоса, у которых там сформировалась уже определенная промышленная сфера, которая давно производит, которая не является лузерами, там, Чувашево вполне успешно. Эксперты форума отмечают, что процесс глобализации в современных условиях несколько замедлился и большое значение имеют именно регионы. Сейчас в условиях экономического кризиса, как многие говорят, хотя, мне кажется, от этого слова нужно отказываться, это некая текущая реальность, которая очень неустойчивая в плане экономическом, политическом, в мире, я имею в виду, огромный процесс. И регионы, как Россия регионы, так и регионы мира, они сейчас приобретают все большую роль, потому что, на самом деле, несмотря на то, что все говорят, что есть такой процесс глобализации, что все становятся одинаковыми, а-ля американские какие-то, да, такой процесс идет. Но этот процесс, он уперся в пределы роста. И мне кажется, сейчас, чем дальше, тем больше, отдельные регионы будут играть все большую роль, потому что это не значит, что если регион развивается, то он будет отделяться от кого-то, да. Наоборот, каждый регион должен найти свою специализацию. Оздоровить экономику, отмечают эксперты, помогут инновационные продукты, но наряду с их внедрением необходимо наращивать производственные мощности и привлекать инвесторов. Республика эти задачи реализует успешно. Только накануне праздников в регионе открыли два новых производства. Все то, что мы планируем, все в реальном секторе экономики у нас претворяется. Нужно заниматься открытием высокотехнологичного производства. Высокотехнологичное производство позволяет увеличить производительность труда от производительности труда, соответствующий уровень вознаграждения или уровень заработной платы. Не зря на Питерском экономическом форуме были озвучены результаты, что по результатам оценки региона, Чувашская республика оказалась на шестом месте. Это на самом деле результат огромной работы как правительства республики, так и всего бизнес-сообщества. Очень мне нравится в регионе работать с молодыми предпринимателями. Это вот как бы я вижу такое новое движение. Для инновационных предприятий необходимо растить специалистов высокого класса. Эту проблему регионы решают с помощью специализированных центров. В Санкт-Петербурге форум проходит и он задает глобальные тренды, обсуждается мировая экономика, а с другой стороны можно сказать, что и российская экономика строится на таких экономиках, как наша, Чувашская, например, и других регионах. Поэтому очень важно сегодня действительно, что после вот такого большого форума в Питере, сегодня проходит форум в Чебоксарах, обсуждаются основные тенденции экономического роста и возможности экономических для такого роста, и вообще сшивка и образования, и науки, и бизнеса. Поэтому действительно очень интересные и важные вопросы. Сегодня интересны эксперты, в том числе и из Италии, вы видите, и из Японии, и из Германии, и других государств. Очень важно, что эксперты отмечают положительные тенденции. И поэтому нужно все, что сегодня, в том числе и представители консалтинговых фирм, такие как Эрсен, Янг и другие, говорили, учитывать. И, конечно, учитывать наши, в первую очередь, потребности нашей экономики, Чувашской. Поэтому я думаю, что те тенденции, которые у нас есть, нас представители агентства стратегических инициатив отметили, что буквально за год инвест-привлекательность Чувашской республики выросла. С девятого на шестое место поднялась. Это в целом по России. Это очень приятно, это отмечали в Питере. Но что касается конкретно сегодняшнего форума, то говорили в том числе и о проблемах подготовки квалифицированных кадров. Как сделать так, чтобы сегодня действительно не было большой нагрузки и на бизнес одновременно, и при этом они получали очень хороших и качественных специалистов. Чтобы экономика развивалась, необходимо разрабатывать и новые меры поддержки предпринимателей. Власть и бизнес, говорят эксперты, сейчас должны работать сообща. Даже в непростое для экономики время у бизнесменов есть неплохие шансы увеличить в разы экспортные поставки. В таких условиях необходимо объединять усилия бизнесменов, власти и банковских структур. В рамках форума прошла конференция Чувашского регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия». У нас мощное региональное отделение, возглавляет его Андрей Спиридонович Александров, который ведет за собой предпринимателей нового поколения. То есть это есть молодые активные предприниматели, есть предприниматели с опытом, достаточно многочисленное сообщество, которое представлено во многих отраслях экономики. Именно поэтому, благодаря этой деловой активности «Деловой России», диалог с властью налажен, конструктивен. И я знаю, что все предложения слышат, и уже они идут в дорожные карты на региональном уровне. Что касается инициатив чувашских предпринимателей в федеральной повестке, также мы эту активность видим, это положительный опыт имеем. Развитие экспорта ориентированного сектора, поскольку действительно в условиях, когда у региона нет особых с неба берущихся доходов в виде сырьевой ренты, именно экспорт несырьевой, обрабатывающей промышленности, должен быть тем локомотивом, который вытягивает регион, позволяет создать устойчивый поток доходов, потом на этот поток доходов привлечь инвестиции. И это, конечно, должно быть основным предметом заботы, потому что именно экспорт, конкурентоспособность на внешних рынках, она способна создать позитивный имидж регионы. В течение двух дней прошли круглые столы и различные встречи в формате B2B, семинары, презентации. Но деловой программой форум не ограничился. В Чебоксарах открылась 23-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Сотни предприятий Чувашии и соседних регионов представили на площадках выставочного комплекса свои экспозиции, которые рассказывали о своих достижениях. Культурная часть форума – 9-й международный фестиваль фейерверков. На фестивале были продемонстрированы творческие и технические возможности лучших отечественных и зарубежных пиротехнических коллективов и фирм. За 9 лет Международный Чебоксарский экономический форум стал современной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, где проходит обсуждение актуальных вопросов развития экономики и ее основных тенденций. Все вопросы одним обсуждением не решишь, а значит будет возможность встретиться еще раз уже через год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова